Приветствую, дорогие друзья! На связи снова Рашид Гарифуллин. Ну и как по заднему фону вы, наверное, догадались, мы приехали снова в Нурлад. Вот, это как бы квартира тети, в которой я могу спокойно приехать и поработать, пока она сама на работе. Дети выросли, разлетелись по разным городам, и вот живет она одна. Ну, один из ее чат, получается, у нас с помощником упаковщика на складе работают. Со окном уже 2 октября, получается, начался 4 квартал в этом 2021 году. Вот, я начал, значит, в личном кабинете, на расчетных счетах, считать, смотреть, сколько вообще налогов нам будет надо оплатить до 25 октября, да? И просто как бы челюсть до пола упала. Там на одном аккаунте где-то сколько? Миллион 150, что ли, надо заплатить налогов. На другом аккаунте там 250 тысяч, на третьем 1200, на четвертом тоже 1250. В итоге набирается такая немаленькая сумма, которую надо будет скоро уже оплатить. Но в чем прикол? Этих денег нету на данный момент у нас на расчетных счетах, чтобы это можно было оплатить. А все почему? А все потому, что мы с братишкой как бы почувствовали волю и решили, пока есть деньги, давай закупаться, давай товары из Китая везти. И пока там Новый год не наступил, быстрее это все делать, быстрее это отгрузить на склады, раскачивать карточки, начинать дай бог. Вот. А по итогу как бы денег-то нет. Я говорю, ты слышь, притормози чуть-чуть, пожалуйста, коней. Нам надо как бы денежки накопить и налоги оплатить. А то вот в таких вот ситуациях и происходит кассовый разрыв, не дай бог. Кассовый разрыв это означает, когда не стыкуется дебет с кредитом, ну то есть расходов большое количество, а доходов не так. И приходится деньги брать либо потом в долг, либо у кредиторов, либо у инвесторов, либо там какие-то свои небольшие запасы есть, чтобы снова вливать это в работу и потихоньку стараться выровнять ситуацию. Вот. Так что, как там говорится, за зайцами побежишь, можно не догнать. Вот для таких случаев, как раз таки, друзья, имейте в виду, что необходим какой-то небольшой резервный фонд на всякий случай. Даже вот когда как бы бизнес развивается, он становится все больше и больше. Вот. Могут произойти такие ситуации, что денег просто как бы тупо не хватает. Ну, может, чуть-чуть как бы не посчитали правильную математику. Слишком почувствовали себя там героями, чтобы закупить побольше, побольше, побольше товара. Видим, что он продается, да. Вот. И вкладывали все в товар. Он пока даже не доехал. Мы его даже продавать, оборачивать еще не можем. Потому что, когда заказываешь товар из Китая, он месяц-полтора добирается до нас. И это время пустует, без дела. И чтобы у вас таких ситуаций не происходило, старайтесь закупаться где-то рядышком. Если у вас есть такая возможность. Кто в Москве живет, им вообще красота. Вот эти рынки у них там под боком. Съездил, закупил, отправил. Съездил, закупил, отправил. А если же по ФБС отгружаетесь, да это вообще красота. Потому что, как бы, заказы приняли, съездили, закупили, упаковали, отправили. Заказы приняли, съездили. Вот так получается. А не так, чтобы закупили товар. Там отгрузили на склад Wildberries. И он мертвым грузом может лежать какое-то время. Пока вы его не раскочегарите и не начнутся прям такие хорошие продажи за счет какого-то внешнего, может, стимулирования. И таким вот образом получается, что дали немножечко жару, да, в третьем квартале. А что сейчас вот к оплате такая немаленькая сумма. Даже со всеми вот этими вычетами в УФР и ФОМС, да, которые вовремя оплачивались. А в целом, я вот посчитал, сколько там за этот период, за крайние 9 месяцев, что ли. Там в целом получается почти к 4 миллионам, что ли, эта налоговая часть подходит. Прям вообще ужас. Эти деньги куда уходят? Вот если бы нам еще отчет давали, да, куда мы эти деньги, например, уложили, они бы сказали, вот мы за ваши деньги отремонтировали дорогу вот на этой улице. Значит, детям помогли. Вот с этого там, например, госучреждение. Потом вот здесь вот это сделали, да. Прям не жалко было бы вообще без проблем. Но когда ты понимаешь, что ты налоги платишь, платишь. А после этого у кого-то там дача новая появилась или асфальт появился на чьей-то даче или около дома. Становится немножечко обидно. Ну ладно, что поделать, мы в России живем. Мне кажется, это уже такое обычное явление. Но что интересно, сейчас уже начинается четвертый предновогодний квартал. Надеюсь, в четвертом квартале тоже дадим не меньше жару, чем в третьем. Но налоги это сопутствующая часть, без них никуда. В Европе там вообще, по-моему, по 50, что ли, процентов налоги. И люди очень радуются, когда у них маржинальность там 5-6 процентов их продукции. А в среднем, говорит, там маржинальность 2-3 процента, что ли, держится. Как там говорится, нам грех жаловаться с такими условиями, там 6 процентов УСН налога, да. Когда иностранцы слышат про эти налоги, говорят, вы что до сих пор-то бизнесом не занимаетесь? Вы что, совсем сбрендили? У вас такие шикарные условия в России. Так что, друзья, welcome. Начинаем заниматься предпринимательской деятельностью, пока у нас такие вкусные условия, можно сказать. Кстати, многие пугаются, что вот я сейчас открою ИП, да, в этом году. И мне надо будет заплатить 40 с половиной тысяч рублей сразу, да. Ну, нет у меня таких денег, я только бизнес начал, можно сказать. Ну, нет, не надо вам платить 40 с половиной тысяч рублей. Вам нужно заплатить с той даты, с которой вы начали работу. 40 с половиной тысяч это платят те, кто с января 2021 года начал. Вот там за все 12 месяцев эта сумма вырисовывается. Ну, если вы начали свой бизнес только там в октябре этого года, да, вам нужно будет оплатить всего лишь там за октябрь, ноябрь, декабрь, все, 3 месяца. То есть, смотрите, давайте я вот математику сейчас посчитаю. Откроем калькулятор, вот так, калькулятор 40 с половиной тысяч рублей. Так, делим эту сумму на 12 месяцев. Получается, что в месяц мы в ПФР и ФОМС платим 3375 рублей примерно. И умножаем, что мы не 12 месяцев в этом году работаем, да, а всего 3. Умножаем эту сумму на 3 месяца и к оплате у нас 10100 рублей. И вот за эти 3 месяца, получается, предновогодних мы же можем как бы хороший оборот сделать, если только начали свой бизнес, да, ну и заплатить с них, получается, 10 тысяч рублей в ПФР и ФОМС. Так что не нужно, друзья, бояться этого момента, тут ничего страшного нету. Открываем свой ИП и потихоньку начинаем раскочегаривать, как говорится, этот паровоз, чтобы он ехал уже потом с большей скоростью и набирал только обороты, дай бог. Ну, а пока как-то так. Я пока продолжу работать дальше, потому что дело, на самом деле, много надо сделать. Ну, а мы с вами волшебным методом монтажа, как обычно, через пару секунд, окажемся немного в другом месте, пока не знаю где. На счет 3. Раз, два, три. Опачки, оказались у нас в офисе, чего, в принципе, следовало ожидать, правильно? Значит, за это время очень много чего успел сделать, много времени уделил тому, чтобы там расходы посчитать, сверить все цифры, данные, вот. И сегодня, как бы, снова суббота, приехал в офис. Для того, чтобы снова немного поработать, ну и поотвечать на вопросы, которые задаете в комментариях на YouTube, потому что вопросов там огромное количество, вот. И чтобы у вас сильно много не копилось, лучше, думаю, дай-ка ребятам поотвечаем. А если вам интересно, где Рашид пропадал и чем занимался, как я уже говорил, в Instagram подписывайтесь. Я там сейчас стараюсь, как бы, чаще stories выкладывать, там, может, какие-то посты, вот. Если интересно, ссылка внизу в описании под этим видео будет, как обычно. Данное видео, кстати, я хотел бы продолжить заметок, которые буквально недавно записал, когда ходил в мечеть. Из-за разных ковидных ограничений, из-за работы, из-за того, что было очень много дел, из-за поездок туда-сюда, по пятницам, да, это получалось делать редко, но все равно хорошо, что вчера сходил, потому что самое главное – услышал ценные для себя вещи. Самое ценное, на самом деле, это наставление, которое там дают, потому что вот в обычной повседневной жизни многое перестаешь просто замечать. Итак, первое – это то, что на тот свет не пустят, если вы держите обиду или злость на этой земле, на кого-то. В общем, если человек вас обидел когда-то, или там, я не знаю, плохое слово сказал, или денег не дал, можно сказать, да, простить надо это дело, потому что вдруг, не дай Бог, что мы же не вечные на этой земле, а Аллах захочет и вдруг заберет, не дай Бог, конечно, то, как бы, если мы хотим в рай, или чтобы все было хорошо, то из-за всяких этих мелких разных старых обид можно туда и не попасть. Так что в ближайшее время я вот себе тоже поставил задачу, если есть такие вещи, там, простить людей, забыть какие-то моменты, закрыть глаза. Нужно всех простить. Братья годами не общаются из-за какой-то старой обиды. Это говорит плохо. На самом деле так и есть, потому что у меня вот тоже есть два дяди, родные братья. Их было три, на самом деле, три брата, но самый младший – это мой папа. Его не стало, когда мне восемь лет было. Вот, но вот эти средний и старший брат, они, как бы, до сих пор очень трудно общаются. По какой причине, я, конечно, не знаю. Они уже взрослые дяди. Ему же поскольку, сейчас вот если посчитать, старшему 58 лет, по-моему, а среднему 55. Вот, и со стороны, когда смотришь, когда там они встречаются, да, как они общаются, так это не очень приятно становится. И думаешь, блин, как бы такого не было, не дай Бог. Сам, конечно, не в идеальных взаимоотношениях с братишкой, можно сказать, на то есть свои причины, да, но стараешься все равно, как бы, их не сильно акцентировать, не замечать. Но просто еще у самого три парня растут. Вот, думаешь, как братья будут там с возрастом общаться, друг между собой. Вот, надо как-то, я не знаю, говорят же, держаться, там, общаться, какой-то общий язык, какие-то общие интересы, чтобы были. Так что, вот, у них, у дядь, получается, да, из-за каких-то обид молодости до сих пор вот такие отношения, уже во взрослые, уже, как сказать, им уже скоро по 60 лет, да, вот это надо закрыть глаза, мне кажется, и простить. Хотя, на самом деле, это достаточно сложная задача, простить обиды, которые тянутся и с детства, многие из молодости, да, между братьями, между сестрами, между родственниками. Но возвращаемся к первому пункту, о которой гласит, на тот свет не пустят, если держите обиду или злость на этой земле. Так что, надо простить. Я же, в свою очередь, у старшего дяди спрашиваю, я говорю, почему ты к своему братишке с такой, ну, неприязнью относишься? Он говорит, тебя что, обидел, что ли? Я говорю, в разных городах живете, ты его даже в гости, говорю, не зовешь. Вот, он говорит, да нет, никакой неприязни, все нормально, что-то тебе кажется. Я говорю, ну, видно же, говорю. Ладно, говорит, забей, живем дальше, что, говорит, с этого хлюпика взять? А среднему брату как-то нейтрально. Нет такого, чтобы неприязнь там какая-то была, да? Ну, ладно, раз типа так относятся, пофигу. Вот, это как два магнита противоположных. Пытаемся как бы там соединить, чтобы там встретились, посидели там, бахнули, я не знаю, пообщались, да, чтобы как-то приятно было смотреть на это. Но не получается. Если вы тоже в жизни сталкивались с такими ситуациями, да, в комментариях ниже под этим видео напишите, пожалуйста, и как получилось ли у вас примерить людей? Если да, то рецепт волшебный. Я его, может, тоже почитаю, попробую применить. Так, следующее наставление – это надо язык свой практиковать, чтобы не забывать свою веру. Вот, это очень важно, особенно нам, татарам, потому что мы вот по-русски все время там, как я в Казань переехал, чисто по-русски. Например, когда домой проезжал, ну, ладно, у меня там баба еще живой был, он говорил, вот, а он ругался, то, что в доме, говорит, ты татарин, говорит, по-татарски должен разговаривать. Понимать я, конечно, вообще прекрасно всех понимаю, но по-татарски разговаривать я, наверное, где-то на троечку сейчас из пяти баллов, а дети уж подавно. Там по-татарски с ним и начинаешь время от времени разговаривать. Они такие, чего ты говоришь? Не говори с нами, говорит, типа по-татарски. Мы, говорит, не понимаем, тебе все равно по-русски давай. Я понимаю, да, это мой большой косяк на самом деле. То, что очень редко, что вот родители, жены, что мои родители, что мы сами, очень редко разговариваем на татарском. И важно, важно хотя бы сейчас уже потихоньку его снова внедрять, чаще это практиковать. Вот. И не забывать свою веру, главное. Потому что без веры, мне кажется, это путь в никуда. Потому что вот здесь вот как бы есть две гарантии, как я уже говорил в жизни. Это первое, то, что вы родились. Здесь второе, то, что у нас может не стать в какое-то определенное время, да. А то, что вот этот промежуток времени мы здесь на земле, там деньги зарабатываем, там род свой продолжаем, развлекаемся как-то. Это просто все временно. Так что знать свои корни, помнить свой родной язык, не забывать это. Очень важно на самом деле. Даже сейчас, в эпоху интернета, в век вот этой дистанционки, к сожалению, еще и коронавирус подшотнул вот это все дело, да. Раньше хотя бы мы к бабушке и дедушке в гости ездили, свой родной язык практиковали. Но сейчас становится все печальнее. Но это все отмазки на самом деле. Так что чаще практикуем свой язык, помним свои корни, вспоминаем, изучаем. Вот. И поехали дальше. Следующее уму заключение, которое я записал, звучит так. Я хотел, чтобы я был лучше, богаче, чем другие люди вокруг, которые не верили в меня и завидовали. Но вот после посещения мечети как раз таки я понял, что с собой, ну, все вот это добро, да, не унесешь. И надо просто реально попробовать очистывать сердце, помогать все же другим людям, чтобы прийти примерно, ну, как минимум, хотя бы к таким результатам. И как есть такая пословица, хочешь чему-то там научиться, да, научи людей. Точнее, если где-то хочешь стать лучше, как раз таки начинай помогать людям, потому что помогая, разбирая какие-то вопросы, да, ты понимаешь в своем бизнесе, в своих направлениях, где можно где-то что-то улучшить таким образом, чтобы еще больше вырасти. Так что делясь знаниями с людьми, да, получается, ты еще растешь больше, вот. И делиться, как бы, стараться всеми знаниями, которые ты знаешь, а не держать часть в себе. Потому что, как бы, все равно думаешь, так, если вот я досконально выложу все, я не знаю, все расскажу, то как-то жалко думаешь, потому что ты столько времени на это потратил, да, столько нервов, сил, столько ошибок, ну, насовершал. А тут, бас, человеку рассказываешь там по полочкам, вот так, вот так и вот так. Он проходит по этим, значит, да, пунктам и такой, у него получается результат. Блин, думаешь, обидно, почему ты как бы вот так вот не проходил и у тебя не было наставника или, например, там не было инструкции какой-то, которая тебе намного сократит путь и ты быстрее добьешься результата. А когда в итоге реально человек добивается какого-то результата и тебе это показывает, отправляет в ВКонтакте, говорит там спасибо, думаешь, блин, прикольно. Так что в ближайшее время я как раз таки думаю, этим и займусь. В формате видео постараюсь выложить там от начала до конца всю информацию, которую я вообще знаю, даже там не только про маркетплей, но про делегирование, про масштабирование, про другие какие-то бизнес-процессы, как там, например, не только уметь зарабатывать, а как уметь сохранить свой капитал, да, как его приумножать. Вот это какой-то комплекс, это будет собираться в видеоформате. Ну, я его, конечно, позже, думаю, анонсирую, но вот подумал и решил, что все-таки надо взять, опять-таки, собрать все реально, что знаю и создать вот такую вот полезную вещь. Есть такой принцип даже, принцип здоровой клетки называется. Он заключается в том, что сначала ты стараешься помочь себе максимально, а когда ты уже дошел до более-менее какого-то уровня, стараешься уже помогать тем, кто этого хочет. Не всем подряд, не всем окружающим, да, потому что, возможно, это кому-то вредно, не поймет тебя, да, а всем желающим, кто будет расположен к развитию и пониманию вот этого всего дела. Так что, думаю, будем вместе создавать здоровый такой живой организм, в котором мы друг другу все были бы полезны. Как думаете, прикольная идея? Мысли мыслями, но давайте вернемся к реальности. А, кстати, вчера, значит, вспомнил, заходил я в свой расчетный счет, да, и там у меня, ну, может, с июля, с августа, с сентября, вот ребята, которые чек-листы брали там или по продвижению карточек в топ, или по запуску продаж, да, вот, получается, оплачивали, туда вся информация приходила, а кнопочку нажать там, отправить вот этот чек в налоговую, да, и человеку, который, например, взял у меня чек-лист, я забывал. В итоге там копилось, 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 значит, список, и вчера я пробежался там и быстренько там отметил. И людям повторно на почту начали вот эти квитанции приходить. Так что, друзья, не пугайтесь, это не повторное там списание за чек-лист, да, вот. Это просто как бы копия, дубликат квитанции, который ушел там и в налоговую, чтобы они были в курсе, и чтобы я же налоги как бы плачу с них, и вам тоже дубликат на всякий случай, а то у меня люди переживались, там в Телеграме начали писать, типа, а я ничего не оплачивал, вот, если только там ваш чек-лист, ну, это было там в августе, я такой, ну, это дубликат, говорю, не переживайте просто, я, говорю, немного это откладывал это дело, чтобы там галочки везде поставить, кнопку отправить, нажать, потому что это все вручную надо делать на самом деле, и все, копилось, забывалось. Так что, не переживайте, все нормально, у вас лишних списаний, других не было, так что продолжайте дальше изучать материал и внедрять его, и получать результат. А кто еще не взял чек-лист, либо по запуску продаж на маркетплейсе Вайлберрис, либо по продвижению карточек в топ, да, или растягивал вот это все дело, там, думал, а где, когда прекрасный момент наступит, когда запущу свои продажи, этот момент, можно сказать, наступил, сейчас вот октябрь, ноябрь, декабрь, сейчас начнется сезон распродаж, черная пятница, там день рождения Вайлберриса, потом, значит, холостяцкие какие-то дни, потом, значит, новогодние, предновогодние, ажиотажи. Плюс, к тому же, сейчас выделили большие бюджеты на вот эти вот все праздники, там более 8 миллиардов, что ли, на привлечение новых посетителей на сайт Вайлберриса, на посещение вот этих мобильных приложений Вайлберрис, на то, чтобы там реклама была почти везде, где можно, чтобы там, я не знаю, даже продавались те товары, которые уже там полгода не продаются. Так что, сейчас будет взрыв такой продаж, и самое время начинать. Ну так вот, если вы еще там чек-лист не взяли, либо по запуску продаж, либо по продвижению карты Чоктоп, пишите мне ВКонтакте, ВКонтакт мой, да, ссылка будет в описании под этим видео. Я вам уже детальную информацию все отправлю, поизучайте, посмотрите. А так сейчас, на самом деле, реально прям чувствуется, что уже вот так продажи вверх потихоньку начинают идти. А что будет в Новом Году, я уже боюсь представить. Самое время сейчас отгружаться, отгружаться, так как уже там в ноябре, в декабре окон для поставки может даже и не быть. Или придется там их пасти, там, я не знаю, каждую секунду обновлять страницу, чтобы, о, окно появилось для отгрузки, ну-ка поставлю. Ай, занято, кто-то уже занял. Таких будет очень много. Плюс еще к тому же начнут ограничивать поставщиков. То, что вот если у вас хорошо товары оборачиваются, продаются, да, то вы можете там раз в неделю отгружаться. Если у вас товары плохо продаются, то один раз в две недели. Кого-то там, я не знаю, если совсем все печально, один раз в месяц. Ну, такого, по-моему, еще не было. Но вот ограничения в том году были. В этом году, скорее всего, тоже это все дело будет повторяться. Плюс в зависимости от какой выручки. В общем, очень много будет таких вот штук, которым нужно будет уже сейчас потихоньку готовиться. Ну, и как бы завозить, завозить. Что интересно, кстати, на Азоне, вот я слышал, да, такой бонус сделали на новогодние товары. Там чуть ли не до февраля хранение будет, по-моему, бесплатное. Раньше на Вайлборисе тоже хранение было бесплатно в зависимости от оборачиваемости. Но потом в одно время они решили, пофигу, какая оборачиваемость, будем платить, а точнее будем брать денег за хранение любого товара. Там, начиная от 7 копеек, по-моему, в сутки и заканчивая там сколько-то рублей в сутки. Ну, это крупногабаритные товары, да, за хранение этого товара на их складах. На Вайлборисе таких плюшек пока не сделали. Это на Азоне только временную акцию, видимо, они сделали, чтобы люди новогодние товары, ну, не переживая, спокойно завозили. Потому что, как бы, из-за всяких задержек в том году тоже были случаи, когда этот... Люди отгружали в ноябре товар, он только в январе не принимался, возможно, из-за задержек в транспортной компании или на маркетплейсе сами задержки были, там поставка долго тянулась. И вот, получается, чтобы, как бы, люди не переживали из таких вещей, потому что за хранение это денег, потом все равно платить надо. Вот, там, по-моему, от объема на Азоне платится. Ну вот, сделали пока бесплатное. Возможно, там, маркетплейсе Вайлберс тоже, конечно, такое будет. Но, не факт, не факт. Так что, тут надо, как бы, продумывать такие вещи, чтобы потом, если вы лишнего отгрузите, и там ваши гирлянды только в январе лягут, да, и никому будут не нужны, тут уже будет проблема. Тут надо будет их либо возвращать, либо выкупать, либо платить за хранение. Ну, а мы пока продолжаем отгрузки. Каждый день что-то уезжает. Что-то на Азон, что-то на Казан-экспресс, что-то на Вайлберс. И так, почти каждый день отгрузки. Ждем, конечно, поставку из Китая. Блин, уже на прошлой неделе груз должен был приехать. Но какие-то задержки. Там еще, кстати, в Китае сейчас проблемы какие-то начались из-за коронавируса, из-за введения дополнительных ограничений. Там товар, который выезжает на таможню, потом с таможней выезжает в Россию. Еще две недели на карантин, что ли, товар отправляют? Я так и не понял. Но в итоге сейчас будут только дополнительные задержки. Так что старайтесь, если хотите, запускать свои продажи с товаром, который лежит там в ближайших рынках, что есть под рукой. Потому что, если хотите бизнес на маркетплейсах, там с идеальных товаров, которые привезу из Китая, которых в России нету, это как бы пока на данный момент будет немного проигрышной ситуации, потому что доставка у вас уже будет не идти не месяц, а полтора-два. Можете, конечно, дорогой доставкой отправить, но если у вас математика это позволяет, цена образования, то привозите. А если уже как бы перебор, и вы даже с привезенным товаром по дешевой цене, учитывая логистику, будете выходить в ноль, ну тут зачем я считил движение, вы что, благотворительный фонд, что ли, чтобы этим всем заниматься? Считайте, считайте. Но сейчас на самом деле запускать свои продажи на маркетплейсах, да, ну прям самое такое прекрасное время, потому что идет волна, на которую можно успеть запрыгнуть и удержаться. Хотя бы до января, вот если как бы продажи до поставки вовремя отгружать свой товар будете, у вас должны хорошо уже продажи идти. Я помню, в том году случай, значит, да, был, завезли массажеры, получается, там, я не знаю, в середине декабря отгрузил, но у людей настолько башня, видимо, смешно было, да, что покупали, потому что на подарки, наверное, им надо было, или что. Закубочная цена массажера там 900 рублей была, что-то такое. А поставил завышенную цену продажную 6,5, и я смотрю, на следующий день его забрали. Что такое, нифига себе, как-то я это думаю, стрёмно стало, что за такую цену. Я думал, не выкупят, вернут и плохой отзыв напишут. А нет, выкупили и ничего не написали. Потом, значит, я две только, два массажера закидывал, они дорогие же в закупе, чисто на тест. Ну так вот, а на втором массажере, я думаю, дай-ка скидку хотя бы поставлю, а то как-то стыдно по такой цене продавать. Слишком, слишком это уже перебор. Вот. И в итоге 4,5 тысячи поставил второй массажер. Его тоже забрали. Я такой, обалдеть. Там вложили сколько? 1800 рублей на закуп товара. А продали на сумму, получается, 11 тысяч рублей. А я, конечно, пробовал ещё потом завозить этот товар. Ну, а его уже там покупали по 3 тысячи рублей. Также в конце декабря, в январе. Потом, ну, смотрю, конкуренты такой товар аналогично продавали по 2 тысячи, по 2 500 только. Я думаю, нифига себе, чего вы как дёшево продаёте. Но в итоге всё свелось к тому, что я тоже пришёл к этим же продажным ценам. Потому что по 4 тысячи, по 5 тысячи мне этот товар больше никто не покупал. Значит, мне просто чисто повезло было. И вот так вот под новогодний ажиотаж товар выкупили. Мы просто на тест разных-разных много товаров завозили. Стратегия была там другая немного, чем сейчас. Завозили там, я не знаю, штук 70 разных СКЮ. Там по 5, по 3, по 7 единиц. Ну, посмотреть, что купят люди, что не купят. Сейчас-то это, конечно, стратегия чуть-чуть неправильная. Сейчас надо анализировать и уже вглубь копать. То есть, после глубокой аналитики сейчас я уже рекомендую отгружаться не по 5, не по 10 единиц товара. Хотя бы там 25, 30, 50. Вот, закидывайте и смотрите, как идут продажи на ближайшем у вас складе. Если у вас ближайший склад Каледина, там Подольск, центральные склады, о, вам супер повезло. И вот ребята, которые говорят, я живу в Подольске, там рядом склад. Блин, я говорю, ребят, вы уже давно должны были заниматься продажами, а вы только сейчас начинаете. Ну, как говорится, лучше сейчас, чем никогда. Тем более у них там еще рынки под боком. Там до Москвы доехать, с Подольска, я не знаю, мне кажется, часа полтора, может, за час можно доехать, если МКАД не будет стоять. Так что, повторяюсь, прекрасное время запускать свои продажи. А если не знаете, как хотите получить инструкцию, чек-лист пошаговый, да, как запустить продажи, пишите мне вконтакте. Ссылка в описании под этим видео, как я уже сто пятьсот миллион раз повторялся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!